СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ И вообще, кто должен ухаживать за цветником? Один садовник или два садовника? Ну, учитывая, что каждый ребёнок — это цветок. А, вот так. Мы сейчас расшифруем всё-таки, да? Да, ну, придётся. А то люди подумают, что есть цветы наши и не наши, что ли. Нет, все цветы наши. Вот. И поэтому сегодняшняя тема у нас звучит именно так. Сколько садовников? Завянет ли цветок, если за ним ухаживает один садовник? Вот так предлагает назвать тему Ази Сагаев. А я расшифрую всё-таки, да? Для слушателей, да? Вот неполная семья, как воспитывать ребёнка, если ты единственный родитель. И говорить на эту тему мы будем с нашими постоянными гостями, нашими экспертами. Отец Пётр Машковцев, настоятель Спасского собора, руководитель миссионерского отдела Вятской епархии. Отец Пётр, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. И Нурислам Хаджи Касимов, имам мечети города Кирова. Нурислам Хаджи, добрый день. Салам алейкум. Ва алейкум ас-саляму, ва рахматуллахи, ва баракатуху. Мир вам, мир с Аллахом. Ну вот, у нас серьёзные гости, тема тоже непростая. Да, тема у нас непростая. Мы обращались раньше к теме воспитания детей. Я помню, я, кстати, когда тему предлагала, я думала, что, может быть, вы даже этот аспект рассматривали. Ну, мы немножко, может, и задевали этот аспект, но сегодня хочется его как бы просмотреть более подробно, потому что, к сожалению, часто встречающиеся явления, когда у ребёнка по разным причинам есть либо отец, либо мама. Слишком часто. Да, и, конечно, кроме каких-то случаев несчастных, но бывает, когда родители сами обрекают своих детей на такую ситуацию. Но, тем не менее, ребёнок — это цветок, который должен из бутончика вырасти в хороший, цветущий, приятно пахнущий цветок, чтобы другие люди радовались этим. И как сделать, чтобы реально это было вот именно так, чтобы по жизни этот ребёнок расцвёл. А не завял. А не завял. Да, но и тут есть ещё ведь один аспект, как мне кажется, который, может быть, мы тоже успеем рассмотреть. Вот всё-таки родители, один родитель, который воспитывает ребёнка, должен ли испытывать чувство вины из-за того, что он один воспитывает, и должен ли он пытаться как-то изменить эту ситуацию, чтобы найти себе спутника жизни, да? Да, вот такие аспекты действительно есть. Но давайте посмотрим, найдём ли мы ответы. Ведь все согласны, что ребёнок — это дар Божий для родителей. И давайте, может быть, с этого и начнём. Ну, ваши вопросы обычно... Каждая тема обычно, как океан глубокие, если мы пойдём только по поверхности, мы особо таких интересных кладезей знаний не чертнём. Если полезем ближе к дну, вглубь, то мы можем так заблудиться, не на дну, не на день десяток передач будет. Ну, попробуем, начнём. Для начала, как я... С Божьей помощью. Конечно же. Для начала, я думал, исследовать необходимо всё-таки причину того, что у ребёнка... Ребёнок — это несовершеннолетний, имеется в виду. Ну, да, конечно. Ну, да, мы рассмотрим, прежде всего. У него ребёнка — один воспитатель. Либо папа, либо мама. Да. Варианты, как всегда, есть разные. Это трагический вариант. Один из родителей погиб. Да. То есть он родился в благополучной семье, имеется в виду. Два в законном браке... У него были и папа, и мама, да. В законном браке, я выточняю. Да. Именно акцент делаю. Отец и мать. Затем произошло несчастье, и кто-то из них остался один. Да. Второй вариант. Как я из жизненной статистики знаю, кто-то кого-то бросил. Вместе с ребёнком. Вместе с ребёнком. Это бывает и папу бросают, и маму бросают. И маму бросают, да. И папу бросают, и маму. И маму бросают. Третий вариант. Было зачатие ребёнка, ну, для себя любимого. Женщинам в этом смысле проще. Женщинам в этом смысле чаще. Но мы знаем же, да, сейчас и мужчины тоже через суррогатное материнство приобретают себе такую игрушку, ребёночка, не задумываясь всё-таки о полноценном его воспитании. Потому что со мной вряд ли кто-то будет спорить, что один садовник, конечно же, возможно, не даст умереть без удобрения и воды этому цветочку. Но так, чтобы он полноценно раскрылся, приносил пользу другим людям, априори невозможно. Ну, или очень сложно. Или очень сложно, потому что ребёнку придётся догонять всё это уже по достижению им совершеннолетия, по милости Всевышнего, который вложит ему в разум такие побуждения к достижению совершенства и помощи своей жизни, помощи людям, другим. Но это сложнейший вариант. Исходя из трёх, начнём, да? Да. Ну, вот я... Тец Пётр, вы согласны? Я просто... Да, я хотела спросить, отца Петра согласен ли он? И у меня, честно говоря, сразу же есть возражения такие, да? Не знаю, они будут... Они достаточно мягкими. Вот мы сейчас, мне кажется, просто ставим достаточно большое число родителей в таком состоянии, немножко обделённых. Давай отца Петра послушаем, а потом твои возражения, возражения как родителя... Может, они уже и снимутся к этому моменту, мои возражения, да. Отец Пётр, пожалуйста. Полностью согласен, действительно. Не знаю, что здесь и добавить. Всё чётко так разобрано. Ну, то есть... Именно сейчас... Да, мы услышали, что это... Воспитывать одного ребёнка с одним родителем, это очень сложный процесс. По факту, родители, которые... По каким-либо причинам, кроме естественных причин, да, тут винить сложно, когда кто-то там по каким-то причинам, по несчастным уходит, обрекают своего ребёнка на то, чтобы он рос с одним родителем, но они поступают не по-божески. Это, конечно же, неестественный образ получается семьи, противоестественный. Я думаю, здесь есть прекрасная книга по этому поводу, всем известный Макаренко, книга для родителей, где он эти вопросы разбирает, вот эти процессы воспитания. Что воспитание — это такое... Ну, как бы, Бог заложил, да, Он создал мужчину, женщину, папу, мама рождается, ребёнок, и это как бы естественная среда, и в этой естественной среде происходит естественное воспитание. А если что-то меняется, то и воспитание получается перекос. Но если на практике учатся, что встречается, это когда мама воспитывает сына. Одна мама воспитывает своего сына и не может дать ему именно вот как раз это... Мужское начало. Да, мужское воспитание. И здесь для мальчика очень большие проблемы возникают. А могут ли заменить отсутствие там, да, папы, вот в отсутствии папы, могут ли заменить мужское воспитание мамины братья, какие-то старшие родственники в семье, дедушка? Вот Аня правильно вопрос задаёт. Это полноценный вариант или нет? Ну, Аня, давай сначала, может быть, мы пошагово пойдём. Ну, хорошо. Да, когда нет одного из родителей? То возникает пустота. Да? Да. Что это за пустота? Нет примера. Для подражания. То есть для мальчика... Это папа. Я знаю и согласен с этим полностью. И я вот сам как бы готов продвигать такую идею, что, например, для мальчика... Мальчик воспитывается на примерах папы, но во взаимоотношении с мамой. Девочка воспитывается на примерах мамы, но во взаимоотношениях с папой. Так. И в этой ситуации, когда вы говорите, что возникает, ну, скажем, ситуация, когда мама с ребёнком, с мальчиком, то есть у него получается, что у него нет примера какого-то. И вот здесь, вот вы говорите, да, и вы согласны, дед Пётр, да, с этим? И вот здесь вам Аня задаёт вопрос. А мы можем этот пример подать из другого источника? А что замолчали? Ну да, я... Нет. Именно так. Вот Азиз Оливьевич очень чётко сказал, кто что берёт и откуда. Отношение брата к сестре – это не то же самое, что и отношение мужа к жене. Ну, разумеется, я не спорю с этим. Поэтому здесь, возможно, возьмёт чисто мужские начала, то есть каким-то образом сам воспитывать свою волю, относиться к женщинам вообще, некое так называемое джентльменское отношение. Тораз спорная вещь, спорная. Что спорное? Джентльменское отношение? Да. Но это вы сказали, я даже не знаю, что такое джентльменское. В сегодняшнем мире – это женский термин для мужчин, джентльменское отношение. Понятно. Это мы потом, потом. Потом, ладно, хорошо. И здесь всё равно не получится полноценно. Есть ли полноценного примера? Если, конечно же, женщина, давайте возьмём хороший вариант, в кавычках, конечно же, она осталась одна, потому что всё было законно, всё было хорошо, но по каким-то причинам отец ушёл в мир иной. Так? Что надо делать женщине? Смотря, конечно же, от возраста её, но ситуации бывают настолько интересны в жизни, что люди и в 40, и в 50 лет выходят замуж, и в 60 даже. Да ладно, и в 70 выходят. Выходят замуж, и тогда всё равно появляется вот этот пример, как они мир и с собой строят. Потому что потом ребёнок будет смотреть. Вот, ну ладно, не папа, но они муж и жена. Он же не будет на уровне инстинктов, достигнув в 14 лет, смотреть. Всё равно уже разум есть, аналитические способности есть, развитый, и будут смотреть, анализировать каждый шаг, движение между собой, как утром поздоровались, как он пошёл на работу, попрощались. Всё будет смотреть. И запоминать будет. И если милостью Всевышнего так получится, что вот этот мужчина займёт полноценное место воспитателя семьи, ну тогда бояться нечего. Это если получится. А может ведь и не получится. А, дорогие женщины, выбирайте, ну, приличных мужчин. Да, да, а то, вы знаете, вот эта вот фраза... Чертонеменских. Выбирайте нас, приличных мужчин. Я очень извиняюсь, но эта фраза, она, по-моему, ещё и из советского нашего прошлого как раз идёт, да, у ребёнка должен быть отец. Когда по каким-то причинам там был брак, распался, да, или случилось что-то с партнёром. Вот осталась женщина одна с ребёнком, и дальше, значит, вот у неё задача найти мужа. Вы заметили, как политкарретно, Аня, выражается, что-то случилось с партнёром, да? Извините. Нет, конечно же, есть. Аят Корана есть. В арабке, конечно, сначала. Поясню, мы создали вас из мужчины и женщин. Не указано папа-мама. Мужчинами и женщинами. Мужчинами, из мужчин и женщин. Из мужчинами. В других аятах Всевышний говорит, «Анишкурли, вали-вали-дэй, будьте благодарны мне и своим родителям». Да? А в другом аяте Всевышний призывает нас просить у Него милости к родителям обоим. Так же, как они были добры, милостивы ко мне, когда я был маленький. В Куане везде вместе. Папа-мама. Созданы мы все, всё равно будем. Из мужчины и женщины. Да. А уже папа-мама – это другая категория человечества. Поэтому мы сейчас-то с Вами говорим то, что вот получился ребёнок. Но он получился тоже из папы и из мамы. Да. А если у него… Не сам по себе получился. Нет, из мужчины и женщины. Ну, согласен. А вот если у него папа-мама, вот мы это и расскажем. Тут уже другой вопрос. Нет, у меня это больше… Но что смущает тебя? Меня смущает, во-первых, некая направленность нашей передачи, в ту сторону, что мы осуждаем, так скажем, те семьи, в которых нет кого-то из родителей. Не осуждаем. Ну, хорошо, нет. Мы же не знаем. Не так. Почему нет? Не-не-не, мы разбираем. Мы только разбираем. И вообще мы придерживаем честь. Не суди, да не судим будет. Мы говорим о том, что родитель вот в этой семье должен понимать, что ребёнок недополучает чего-то. Вот мы сейчас об этом в эфире говорим. Мы и говорим, что недополучает. Недополучает. Эти люди и так себя виноватыми считают. И сейчас мы их ещё… Недополучает. А как это скомпенсировать? А как? Как? Вот это возможно или нет? Вот этот вопрос. Поощряя зло, мы добро не получим. И пускай меня могут поругать в эфире, за эфиром, но я всё равно буду придерживать той позиции, что для ребёнка обязательно надо восстановить папу-маму. Ну, то есть, если вдруг сложилась такая ситуация, что кого-то из родителей не стало по разным причинам. Без разницы. Причинам без разницы. Эту ситуацию надо вернуть в исходное, скажем так, состояние. То есть, чтобы у ребёнка всё равно перед глазами, если этот ребёнок остался с мамой, чтобы был муж мамы. Если мальчик, то у него нужно, чтобы был пример папы, если девочка, чтобы был пример мамы. Да. Если мальчик, то ему нужна мама, чтобы он умел строить отношения с женщиной в жизни. Если эта девочка осталась с папой, значит, чтобы... Ну, или наоборот, чтобы был пример по взаимоотношениям с мужчиной. Азиса Ильич, ну, вот это идеальная ситуация. Да. Вот если так сложилось, и если это хороший человек, который занял место кого-то из ушедших родителей, да, это хороший пример, идеальный пример. Ну, вот там Хаджи говорит, что не торопитесь занимать это место, внимательно посмотрите до того, как. А что же делать-то в то время? Можно ведь внимательно смотреть и год, и два, и три. Время-то идёт, ребёнок-то растёт, один. А в это время, если я правильно понимаю, никто не снимает ответственность с родственников. Да. Отец Пётр, вот как вообще в православных семьях как происходит? Ну, потому что, ну, пример ведь довольно частый, правда, распространённый. И бывает так, что мама остаётся... Причём вот ощущение у меня всё-таки, вот что бы мы ни говорили, что чаще всё-таки, ну, в России, по крайней мере, мама с ребёнком остаётся. Или нет? Нет. Не так? Россия страна... Большая. Традиционных устоев. Так. Православных, исламских, мусульманских. И у коллеги моего, и у меня одинаковое отношение ко всему этому, как представитель нашей конфессии, что традиционная семья — это как бы база всего общества. Я не спорю. Но сейчас, в других странах, это сломано. Нет-нет-нет, я не спорю. Ну, Ислам Хаджи, я не спорю. Я просто к тому, что... Аня, хочешь сказать, что обычно с ребёнком остаётся мама? Обычно вот в России как-то так сложилось, что обычно детей отдают маме. Например, при разводе ребёнок чаще всего остаётся с учителями. Государственная политика, да. Да. Вот. Дальше-то что случается? Вот маму жалко ведь. Ну да. Я бы здесь отметил такой момент, что ведь как мы, взрослые, думаем, воспринимаем мир и как дети, это разные вещи. То есть мы можем... Мы же настолько уже как-то испорчены, и где-то и привыкшие к какому-то... Ну, где-то и зло совершаем, и не замечаем это. То есть достаточно такие грубые люди. И, допустим, для нас нормально там, о, да, они там, муж, жену, они поссорились, разошлись, да, там, молодец, что она там взяла ребёнка, ушла от него, что жить с таким деспотом это невозможно. Для нас это как бы нормально. А дети-то они мыслят естественно, они как ангелы ещё. У них в понятии есть мама, есть папа. И когда мама-папа расходятся, они этого не понимают. Для них-то это что-то такое... Это так не должно быть, да. Мир раскалывается. Да, для них это... Они очень глубоко это переживают. И они это не понимают. Почему мама есть, а папы нет? И так не должно быть. Они ближе к Богу, и они мыслят как раз вот естественно. И здесь вот лишний раз я бы где-то заставил родителей задуматься, прежде чем разойтись, подумайте о детях. Вы-то для себя решили, что тебе лучше одной, тебе лучше одному. А о детях подумали. Для них-то это катастрофа. Если родители разошлись, но продолжают общаться, и родительские свои обязанности, что называется, выполняют. Ну, то есть папа приезжает, детей там по утрам в школу забирает, отвозит, всё узнаёт. Но только вот они с мамой живут не в одном доме. Это может как-то восполнить вот хотя бы временно эту потерю, да, и то, что семья не живёт вместе? На 20%. Я по своим наблюдениям скажу, что вот когда папа оставлял маму, то дети вырастают. Для них создать семью и развестись, это как бы чуть ли не норма уже. То есть во многих, где сейчас в семьях происходят разводы, и начинаешь изучать семью, у них есть пример. То есть семейная история такая, да? Повторяется, да? Этот цикл. У них нет такого как бы чувства бороться за семью, сохранить семью. А папа оставил, знаешь, что-то такое. Ну, не понравилось тебе это, ушёл другой. И с ними сложнее как-то общаться, говорить о том, что семью надо сохранять. Хорошо. В таком случае, есть ли оправдания какие-то для супругов, которые решили развестись? Ну, есть ли причины какие-то веские для того, чтобы всё-таки принять это решение, что да, мы вместе не будем? Там даже ради детей вместе не будем. То есть мы это сейчас... Что по этому поводу священных книг? Призываем к тому, чтобы люди как-то находили, взрослые люди находили общий язык, своё «я» куда-то, может быть, там немножечко отодвинули и подумали о детях. Но есть ведь, наверное, ситуации, когда уже всё, уже край? Или нет таких ситуаций? Полно таких ситуаций. И, конечно же, в религии, в канонах религии исламской развод лёгкий. Это право любого свободного, разумного мужчины дать развод. Но статистика показывает обратное, что в мусульманских семьях развод как раз крайне редкий. Если они всё-таки решили развестись, по обоюдному согласию, в современной семье, как они будут думать о воспитании своего ребёнка? Им кто предлагает? Судья предлагает разве варианты воспитания детей? Кроме как, так, вот ребёнок остаётся с мамой, папа воскресный. Это неправильно, 20%. 80% женщины, я же сказал, бедные женщины, на них материально взвешено, потому что папа обычно не так сильно ей обеспечивают. Материальное обеспечение, на ней бедное моральное воспитание, плюс на ней же опять-таки какое-то интеллектуальное взращивание этого субъекта. Ребёнка. Субъекта общества. Цветочка. Цветочка, да. Хорошо, цветочка. Всё на неё развешивают и общество, и суд. У нас общество не готово к тому, чтобы полноценно разделить обязанности родителей разошедших между собой. Это же беда общества. Так? Когда мы будем в обществе воспитывать, а оно воспитывается, лёгкое отношение к разводу. Отец Петр же правильно сказал? Всё правильно сказал? Что дети видят, а, папа, мама разошлись. Здесь как бы у неё особенно-то ничего не поменялось. Он тоже будет расходиться. Первый раз, второй раз, третий раз, четвёртый раз. Будут женщины-одиночки по всей стране. Женщины-одиночки, они... Я уж извиняюсь, всё-таки грубый термин, да? Ну, матери-одиночки. Матери-одиночки, наверное, вот так будет. Грубый термин. Я извиняюсь перед ними. Одинокие мамы, можем так сказать. Хорошо. Суть-то та же самая будет, да. Вот как общество им будет помогать? Конечно же, часто приходят в религию. Религия, конечно же, помогает. Эмоционально, нравственно, духовно помогает. Так? Общество не помогает же материально. Как подращивать, взращивать этого цветочка? Общество мало того, что материально не помогает, общество ещё часто и морально осуждает. Да, да. Общество осуждает. Ах, ты такая вот. Не, ну, там, обществу это проще сделать, но потом сами мамы-одиночки тоже повод дают. Общество... Я вот знаю маму-одиночек, которые живут с папой, но, говорит, я остаюсь, как бы, матерью-одиночкой, ты приходи, как бы, потому что я, типа, больше буду получать, значит, там, каких-то материальных платок. Не, ну, это другой случай совсем. Это другой случай, но я, как бы, всё неоднозначно. У нас, девочки, в моей студенческой молодости, многие так делали, они не расписывались со своими молодыми людьми, когда появлялся ребёнок, потому что они получали какие-то льготы, действительно. В 90-е годы, Аси Солич, знаете, каждый... Ну, я не знаю, я уже даже сейчас знаю, не только в 90-е годы. Ну, хорошо. Но это неважно. Это какой-то дополнительный доход, мы за это уж не будем осуждать. Это их проблемы отношения с государством, они не внутри семьи. Если папа есть, мама есть, ребёнок видит, вот, их как папа и мама, это уже нормально всё. Все остальные эти варианты добычи средств существования, которые не противозаконны, это всё хорошо. Мы это даже трогать не будем, эти семьи. Мы же с вами берём, что делать женщине? Да, если она одна. Что делать мужчине? Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, полторы минуты, и мы вернёмся с нашими гостями в студию. Программа «Союз нерушимый» продолжается у нас в гостях. Возвращаемся. Возвращаемся, да. Продолжается программа «Союз нерушимый». У нас в гостях Нурислам Касимов, у мамы мечети города Кирова, отец Пётр Машковцев, настоятель Спасского собора, руководитель миссионерского отдела Вятской епархии. И мы сегодня говорим о том, завянет ли цветок, если за ним ухаживает только один садовник, это Азиз Салеевич так тему сформулировал. Говорим мы о неполных семьях и о том, как всё-таки ребёнка воспитывать в такой ситуации. Я задавала вопрос, Нурислам Каджин отвечал на него. И отца Петра я об этом же хочу спросить. Всё-таки есть ситуации, когда невозможно уже терпеть, и вот даже ради ребёнка нельзя сохранить семью? Да, есть определённые церковные каноны, они сейчас зафиксированы в основах социальной концепции Русской Православной Церкви. Да, там есть, допустим, если один из супругов является или алкоголиком, или наркоманом, если кто-то является ВИЧ-инфицированным. Ой, слушайте, а вот это интересно. То есть, ну, это, да, там кто-то уклонился в секту или кто-то сбежал просто, находится в неизвестности. А измена супружеская является каким-то веским основанием или нет? Ну, здесь уже, да, по Священному Писанию, да, и по Евангелию мы знаем, что нельзя разводиться, то есть в Евангелии указана одна причина, нельзя разводиться, кроме вины прелюбодеяния. Да, указано. А сегодня уже вот дополнено, то есть, ну, здесь рационально можно понять, если папа-алкоголик, то какое он даст? Ну, воспитание, конечно, он не даст. Да, то есть семья превращается в ад, то есть здесь действительно нужно развестись. Ну, тут уже даже, наверное, в интересах ребёнка, пожалуй, это будет, да, чтобы он не видел чего-то такого. Хорошо. А в таком случае... Ну, в общем, да, всё очень непросто, как бы, отвечать на эти вопросы, но я вас верну к вопросам, которые вы не ответили. А вот, ну, чтобы сразу было понятно, к какому вопросу я вас возвращаю, вот у меня есть пример, значит, женщины, которые не только там отца с матерью с теплотой вспоминают, да, вспоминают своего дядю с большой теплотой, который тоже был в определенном смысле для неё примером, и своих тётей. То есть в ситуации, когда отсутствует один из родителей, то кто может послужить примером или образцом для взаимоотношений? Вот как в этом случае родственникам надо поступать? Бабушка с дедушкой, дядя с тётей. Например, у нас даже, значит, в азербайджанских семьях говорят, хороший пацан должен быть похож на своего дядю со стороны мамы там, да? Ну, я не знаю, как это по своему поведению, потому что обычно там младший дядя, как бы младший брат мамы, ну, как такой сорванец, так сказать, всё время. Ну, и мы же привыкли, что мальчик должен быть хулиганом сначала, чтобы вырасти как бы у настоящего мужчину, как бы, ну, так говорят. В хорошем смысле этого слова. Да, в хорошем смысле там. И через забор перепрыгнуть, и там соседское яблоко сорвать, может быть, где-то там. Да, что делать-то? Ну, так бывает. Обычно соседи прощают. Ну, Руслан Хаджи, за яблоко обычно прощают. Нет, родители пускай заговорятся, вот столько яблок мой ребёночек у тебя возьмёт, я тебе за это заплачу. Так вот, родственники. В первую очередь дедушка с бабушкой. Да. В первую очередь. И по канонам шариата ислама, и по жизненным обычаям, традициям. Бабушка с дедушкой. В своё время, когда у нас возникли небольшие, непринципиальные разночтения по поводу воспитания моих внуков, я детям сказал, вы знаете, у нас с вашей мамой, я дочке сказал, у нас с вашей мамой есть опыт прекрасного воспитания ребёнка, можешь посмотреть в зеркало. А вы ещё учитесь. Поэтому давайте вы к нам будете прислушиваться. Да, да, да. Ну, вы прямо аргументы приводите, которые трудно отразить. Сказать, что нет, не хороший пример, не очень понятно, чему ты можешь воспитать, научить своего ребёнка. Если сказать хороший пример, то вроде как должен согласиться, да? Ну, да. У тебя есть два варианта, которые говорят, что у тебя нет двух вариантов. Поэтому бабушка с дедушкой. Бабушка с дедушкой. Православные традиции как? Я по своей практике скажу, что с этим постоянно приходится встречаться. И дети воспитываются на примере. Обязательно должен быть у мальчика пример мужчины. У девочки пример такой благочестивой женщины, на котором должна воспитываться. Конечно, это должен быть тогда пример из семьи. Если такого нет, бывает, что мама уезжает с ребёнком в другой город, и они остаётся вдвоём, то тогда я просто рекомендую отдать какую-нибудь секцию. Спортивную? Спортивную секцию, чтобы там был тренер, мужчина, действительно настоящий мужчина, который восполнял вот это мужское воспитание. А он бы для него был вот таким авторитетом, на примере которой он воспитывался. Но здесь надо выбирать, конечно. То есть это не обязательно на самом деле может быть спортивная секция, если у ребёнка, например, нет склонности к занятиям спортом, да? Ну, то есть можно посмотреть. Это может быть интеллектуальный какой-то кружок, да? Это может быть и ещё что-то. Но в конце концов, мне кажется, там воскресная школа тоже может что-то дать, да? Конечно. Но даже в этом случае с выбором, как и при выборе мужа, так сказать, следующего, нужно очень серьёзно посмотреть, что это за секции, кто там руководитель, и можно ли ему доверять. Чтобы не стал отрицательным примером. Да, совершенно верно. Ребёнок всё равно, естественно, будет искать для себя авторитет, на кому ему походить. И если он выберет хулиганов, плохом смысле этого слова. Ребёнок будет искать способ восполнить пустоту, возникшую в связи с отсутствием одного из родителей. Может быть, начать в обществе воспитывать отношения к папам, бросившим детей. Крайне негативные. Об этом уже, кстати, говорится давно достаточно. Но, по-моему, пока не сдвинулось как-то только разговоры. Ну, надо начинать когда-то. Ну, хорошо, да, мы воспитаем. Но сегодня мир меняется. Он меняется, смотрите, какую сторону. Вот был у меня вот разговор там с женщиной, которая говорит, вот живёт с моей дочерью, таскает мальчик, а жениться не собирается. Я говорю, ну, ты как дочке-то разрешила, как бы, начать жить с мальчиком, который не собирается жениться? Не собирается. Ты же раньше этого не делала сама? Почему ты дочке-то разрешила? Ну, времена изменились, она сказала, наверное, вам. Ты же раньше не делала что? Она, наверное, сказала вам, что времена-то изменились. Вот и начинается, что вот современные, вот молодёжь, она теперь вот так, да, мы попробуем, да. Ну, вот он попробовал раз, он попробовал два, он попробовал три. Из четырёх пробок у него родилось, там, значит, два где-то в разных, там. А жениться на перспективе. Подождите, это уже о безответственности какой-то речь идёт, мы всё-таки, наверное, такие-то случаи уже не рассматриваем. А если мы говорим об ответственных мужчинах? Да. Они не разводятся. Они не забывают о своих детях. Ну, вот они могут, я же приводила этот пример, то есть родители могут быть в разводе, да, но тем не менее о детях продолжать заботиться. Они не забывают, это как раз не тот случай, что я пришёл его только, значит, в школу. В секцию отвезти, понятно. Да, или в секцию отвезти, потому что там целый, ведь вопрос, с моей точки зрения, вот сидят, конечно, святые отцы у нас тут, с моей точки зрения. Ведь там целый пласт бытовых отношений. Какой? Он должен видеть вплоть до того... Кто моет посуду? Вплоть до того, одевает ли отец грязную футболку дома. Мальчик, например. Если папа там вот так, значит, он будет так, да? Есть ещё аспект такой, как семейные традиции. Да. Вот какие-то семейные традиции, которые вот в этой семье есть, маленькие, как общий завтрак, в обязательном порядке. Да? Они сплачают, сплачут. Нереальная какая-то совершенно история, мне кажется, по нашим временам. Ну ладно. Почему нереальная? Мне кажется, все в разное время ходят на работу. Я вас убеждаю. Ну хорошо. Вместе присели, покушали, что-то обсудили прошедший день, будущий день. Просто пообщались, хотя бы один приём пищи все вместе за одним столом. Вот подобного рода традиции какие-то в семье должны быть. Ребёнок будет видеть так вот, ну полная семья, да? Родители проснулись, пошли на работу. Как они идут? Провожают до двери, не провожают до двери. Мелочи? Да. Мелочи. Помахал, поцеловал перед уходом и так далее. Встретили как? Да. Как встретили? Что сделали? Совершенно верно. Я полностью согласен. Из этих мелочей складывается вся эта аура. Ну я понимаю, что это всё. Из этих мелочей складывается жизнь. Это закладывается на самом деле до ребёнка всё. Потому что как тебя проводят, так ты работаешь, как тебя встретят, так ты живёшь. А если мужчины безответственные, то простите, мои дорогие женщины, слушательницы, что ж вы одни детей рожаете? Вот так вот, сказал Нурислам Хаджи. Слушай, у нас минута остаётся на самом деле до конца нашей программы. Да вы что, уже? Да. Мы только нырнули в океан вашего вопроса. И мы сейчас должны принять очень сложное решение, что мы делаем всё-таки. То есть мы сейчас вот ставим запятую и приглашаем отца Петра и Нурислава Хаджи ещё раз, и мы дальше эту тему развиваем. Или мы как-то вот немножечко некий итог подведём. Скажите мне, милостью Божией цветок может вырасти? Милостью Божию цветок вырастет. Да. Но он будет только обогрет с одной стороны солнышком, а с другой стороны он будет завязчивый, тёмненький такой, некрасивый. То есть Луну не увидит? А вы что думаете? Можно, но очень-очень сложно. Тут надо быть и немало иметь и мудрости, и так-то. Но это очень сложно. Ну, будем надеяться, что Бог, как у нас говорят, свой взгляд не отведёт от таких детей, и они вырастут достойными людьми и достойными гражданами своей страны. Я думаю, что мы на этом... На этом пока поставим точку. Пока поставим точку. Хорошо. Благодарим наших гостей. Отца Петра Машковцева. Хорошо. Точку с запятой сказал Нурислав Хаджи, и мы ещё вернёмся к этим вопросам. Да. Благодарим наших гостей. Отца Петра Машковцева, настоятеля Спасского собора и руководителя миссионерского отдела Вятской епархии, и Нурислава Касимова, имама мечети города Кирова. Спасибо и до свидания. До свидания. Всего алейкум и ссалям. СОЮЗ НЕРУЖИМЫЙ СОЮЗ НЕРУЖИМЫЙ